Антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. Такую оценку событиям на Украине дал российский президент Владимир Путин на сегодняшней пресс-конференции. По его словам, Россия приняла беглого президента Януковича, потому что ему угрожала физическая расправа на родине, хотя, цитата, политического будущего у него там не было. Рассказал Путин и о российских войсках в Крыму, точнее, об их там отсутствии. У нас гуманитарная миссия, мы не собираемся кого-то порабощать или что-то диктовать, заявил Владимир Путин. Тогда становится непонятно, чьи военные контролируют украинские базы в Крыму. Видеоподтверждений тому уже более чем достаточно, однако Путин настаивает, что российских войск на полуострове нет. Его слова, тем не менее, никак не повлияли на планы участников антивоенной акции, которая прошла сегодня в Москве. Александра Агиенко с подробностями. Люди вышли на улицу, несмотря на то, что сегодня днем президент Владимир Путин на встрече с журналистами заверил, что Россия не намерена воевать с Украиной. Свою акцию в форме одиночных пикетов против вероятного ввода российских войск на территорию Украины активисты организовали у здания Министерства обороны. В первые минуты акции было задержано несколько десятков человек. Полиция подготовилась к этой акции основательно. Территорию вокруг зданий Министерства огородили, подогнали несколько автобусов, автозаков и даже полицейские грузовики. Как рассказал один из участников антивоенной акции, возникло ощущение, что полиция собиралась с кем-то воевать. После пресс-конференции известного лица, которая объявила о возвращении войск на базу о том, что на референдуме не будет обсуждаться в Крыму, не будет обсуждаться вопрос о выходе из состава Украины, будет обсуждаться вопрос об изменении характера автономии. После этого, для того, чтобы накалить обстановку, было объявлено, что на нашем митинге у всех людей будут чуть ли не пулеметы. Вот могу представить, пожалуйста, вот он автоматически. Участников акции задерживали без особого разбора, хотя провокации никто, устраиваясь, здесь не собирался. Жители Москвы пришли выразить свою гражданскую позицию. Заявления Владимира Путина не убедили собравшихся в готовности президента мирно решить украинский вопрос. Глава государства во вторник заявил, что Россия не собирается воевать с украинским народом и присоединять Крым. А масштабные военные учения вообще с украинскими событиями никак не связаны. В то же время Путин сообщил, что право на ввод своих войск Россия имеет, если того потребует ситуация. И право защищать Крым у российских военнослужащих есть. Мы примем такое решение только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Путин добавил, что считает Виктора Януковича легитимным президентом, и майские выборы на Украине Россия не признает. Что касается вооруженных людей, без опознавательных знаков, взявших под контроль административные здания в Крыму и Восточной Украине, то они представители местной самообороны, заявил лидер нации. Те российские войска, которые были введены на территорию Украины, они там так и остаются. Я сочувствую этим людям, которые там находятся из Тольяттинского спецназа ГРУ и из Псковской десантной дивизии, потому что случись там с ними что? Их там нет. И государство снимает всякую ответственность за их там нахождение по явно неправомерному приказу. Я сочувствую родителям этих военнослужащих, потому что они-то знают, уж родители-то знают, где находятся их дети. Я читала сегодня в живом журнале у Льва Шлозберга, депутата Псковской городской думы, он на связи с этими родителями, они знают, где находятся их дети. То есть в любой момент, у кого там нервы сдадут, могла начаться стрельба между русскими и русскими. А Путин говорит, я не знаю, кто, говорит, в любом военном магазине можно купить такую форму и выходить там. То есть он продолжает врать. Акция у Министерства обороны завершилась, когда большинство ее участников оказались в автозаках. Только после этого полиция стала разъезжаться. Однако активисты заверяют, что намерены выходить сюда и в дальнейшем, до тех пор, пока с Украины не начнут передавать хорошие новости.